70% территории нашей страны занимает вечная мерзлота. Однако под толстым слоем снега и льда скрываются полезные ископаемые. Сейчас Арктика наиболее перспективный регион с точки зрения нефтехимической промышленности и научных исследований в области климата. В условиях Арктики процессы потепления наблюдаются гораздо быстрее, интенсивнее, более выраженнее, чем на территории другой части мира и вообще России. Для облегчения научных работ российские инженеры и программисты стараются оперативно провести в заснеженный регион интернет-сети. Однако сделать это может быть не так просто. С самой дистрибуцией информационной технологии у нас проблем нет. Интернет надо проводить либо через спутник, либо проводить оптоволоконную связь. И как раз в данном моменте у нас именно с этим есть некоторые проблемы. Сам интернет, он вроде бы с одной стороны только кабель, но с другой стороны необходимо этот кабель еще обслуживать разными устройствами. Развитие Арктического региона благодаря нефтехимической промышленности и научным исследованиям это положительная тенденция. Однако уже бывают ситуации, как в случае стихногенной аварии в Норильске, когда экологии арктических рек был нанесен сильный ущерб. Узнаем у эксперта, как развивать регион с технической стороны, не причиняя вред экологии. Важной задачей является проведение на постоянной основе комплексного мониторинга за состоянием природной среды. Нужно абсолютно отслеживать все. И состояние водных ресурсов, и состояние почв, и состояние атмосферного воздуха. Помимо мониторинга, проводить работу по расширению сети особо охраняемых природных территорий. Напомним, что Владимиром Путином утверждена стратегия развития арктической зоны России. Программа действует до 2035 года и направлена не только на оснащение городов и поселков и необходимой инфраструктурой, но и на сохранение уникального природного наследия данного региона. Федосия Ершова, Фарид Захитаглы, Универньюс.